Всем привет, с вами Прия. Все, кто давно играет в террарию, либо просто-напросто долго в ней играет, убивал большое количество боссов в режиме хардмод после убийства сильной плоти. То есть плантеру, голема, механических боссов, все их убивали, все прекрасно знают то, что при игре на режиме эксперт и выше, ну то есть на режиме мастера, можно получить мешочек с сокровищами при убийстве босса. И в тот момент, когда вы скрываете мешочек, есть вероятность 5%, 1 к 20%, вероятность того, что вы получите снаряжение разработчика. Что это такое? Это сет, то есть получается голова, нагрудник и ботинки, которые будут довольно-таки красивы по своей иконке, по своей модельке. Всего их 13 штук. Также помимо обычных комплектов этих, для того, чтобы просто-напросто они красиво находились на нашем персонаже, есть и крылышки, есть и йо-йо различные, всякие интересные итемы. Ну вот у меня есть, например, платформа Барьер Лазур. И я вроде бы еще какое-то дропал снаряжение разработчика, но у меня есть такая привычка выкладывать лишние вещи в сундуки, которые находятся вообще непонятно где, которые я вижу при путешествии под землей. В общем, его уже не найти, скажем так. Но в рамках данного видосика хочется просто подропать абсолютно все снаряжение разработчиков, которое только возможно. Всего их 13 штук. Теоретически нужно убить 260 боссов, вскрыть 260 мешков, чтобы полутать абсолютно все. Ну, я вот немножко подготовился. 14 механических глазиков, 13 черепков, 8 червей, 24 батарейки, ну и 3 мешка остались еще с убийства плантеры, пока я шел к данжу, с целью того, чтобы фармить батарейки. Фарм был очень интересный, это уж точно. Я решил оставить немножко эти мешочки, с целью того, чтобы вскрыть их уже после того, как получу все остальные. Начнем убийство боссов, сейчас будет день, поэтому буду заниматься чисто големом. Потом скипну день, будет ночь, и ночью поубиваю механических боссов. Поможет мне в этом меч Зенит, легендарный. КОНЕЦ Так, что получается? Абсолютно все батареечки кончились. Хорошо, разгребем немножко сумку и, пожалуй, скипнем солнечное затмение. Увы, с помощью зачарованных солнечных часов скипнуть день, скипнуть солнечное затмение не получилось. Ну, потому что, скорее всего, в рамках игровой недели я уже пропускал время таким образом. Поэтому пришлось отбиваться. Ну, в целом, это не проблема, просто это потеря времени, увы. Хочется уже побыстрее получить абсолютно все снаряжение, которое только возможно. Хотя, я понимаю то, что это не особо-то возможно. Шанс мал. И все проблемы в основном накроются в том, что для крафта механических боссов будет не хватать железа. Для того, чтобы получить батарейки, нужно будет очень много фармить данж. То есть, я посидел в нем полчаса, и я получил 24 батарейки. Ну, а если говорить о плантере, то о ней лучше не говорить, потому что спаун ее немножко печалит. Окей, начнем расправляться с механическими боссами, ночь уже как минуту идет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Окей, это самая последняя призывалка. Получается, нужно сейчас пролутать все мешки. Очистить абсолютно весь инвентарь. Ну и можно будет после этого уже вскрывать потихонечку. Что же, момент истины. Что у нас получается? 14 мешочков, 12, то есть это 26, еще 8, 34, 37 и еще 24. 61 мешочек. Если упадет 3 сета, то да, это можно сказать 5% вероятность. Если упадет меньше, ну, значит меньше. Если больше, то значит больше. Окей. 3 мешка Плантеры. Все по нулям. Абсолютно все продаем. Мне ничего не нужно из этого. Ни позох пигмеев, ни ключ тем более. Далее, еще 8 мешочков. Это, по-моему, с червя. Червь, кстати, очень легко убивался. Это было видно. Первый сет. Первый это... Скифс. Скифс Бир. Медвежонок. Грубо говоря. Что у нас получается? Крылья и 4 красителя. Отлично подходит, чтобы впечатлить разработчиков. Я потещу абсолютно все эти сеты. После того, как уже вскрою абсолютно все мешочки. Я думаю, это будет логично. Получается 1 сет из... 11 мешочков. Ну, неплохо, неплохо. Идем дальше. Еще 1 сет. Локи. Хаос пришел из порядка. Страх из смелости. Слабость из силы. Это золотые цитаты, я считаю. Познай себя, познай врага. Тысяча боев, тысяча побед. Жернова правосудия. Мелят медленно, но в пыль. И крылья. Крылья Локи. 4 красителя еще тоже. То есть, как раз под шлем, под нагрудник, под ботинки. И для крыльев краситель. Прикольно. Выкладываю абсолютно все в сундучок. Ну, краситель можно сюда уложить, чтобы поменьше места все это занимало. Далее еще 6 мешочков. Угу. Еще один сет. Сложный никнейм. Ее райзор. Ну, по-моему, да. То есть, если так прочитывать, по-моему, я правильно прочитал. Окей, очечки. Угрюмый вид. Это, не понимаю, шлем. Что это? А, это аксессуар. Получается крылья. Интересно. У них такая переливающаяся модель, как будто это вообще блок какой-то. Далее заклятие. То есть, это получается уже крылья. Окей. Что-то загадочное немножко. Касательно этого угрюмого вида. Ладно, все остальное продаем. 14 мешочков. Это, по-моему, с глазика. Да, эссенции прозрения. Еще один сет. Это кто у нас получается? Гоу-стар. Угу. Крылышки. Без какого-либо красителя, да? Получается. Окей. Выкладываем. И 24 мешочка с голема. С голема очень много лута будет. Ну, что уж поделать. Лут это хорошо, но не в тот момент, когда у тебя все есть. Так, еще один сет. Тот же самый. Ну, мы, конечно, его засчитаем, но это грустно. То, что падает повторный сет. Отложу его специально немножко вбок. Еще один сет. Это линфорс. Прекрасно тут хоть по-русски все написано. Делает попку сексуальной. Оу-май. Да. Замечательно. Модный шампунь. Штаны. Это шапочка. Это получается нагрудник. Ну, и последние два мешка абсолютно ничего не дают. Увы, было бы неплохо что-нибудь залатать. Так, таким образом, что у нас получается? Сколько сетов? Раз, два, три, четыре, пять и шестой повторный. То есть, пять уникальных сетов, а всего шесть. Мешочков сколько было? По-моему, мешочков было шестьдесят примерно штучек. Шестьдесят одна штучка. То есть, по итогу, можно сказать, шанс не пять процентов, а десять процентов. Повезло мне? Да. Теперь будем примерять те сеты. Смотреть, хорошо они выглядят или не очень. И насколько они реально классные. Я специально заранее уже приблизил камеру. Убрал абсолютно все лишние эффекты. По типу питомцев, различных аксессуаров в слоте для украшений. Первый сет, который мы рассмотрим, будет сет скифса. Медвежоночек такой хороший будет, я думаю. Поехали. Крылья, шапочка, рубашка, ступни и краситель. Да, заюзаем. То есть, вот у нас получается сет без красителя. Такой костюм Мишки. Крылья за нами. Как будто, не знаю, еще дополнительная пара рук. У меня такое ощущение складывается. Выглядит забавно. Что касательно красителя выйдет. Ух ты. Он получается такой теневой, призрачный. Интересно. То есть, он еще и переливается. В темноте он красный. Если мы берем факел, то он становится фиолетовым. Ну или если мы подходим к источнику света. А если мы окунемся в воду? Что-то произойдет? Нет, ничего не происходит, увы. Да, то есть, получается в темноте красный, на свету фиолетовый. Хороший краситель, довольно-таки кайфовый. Снимаем все это и надеваем следующий сет. Следующий сет это сет Локи. Довольно-таки вампирический, довольно-таки такой дьявольский. Интересный сет, я думаю, будет. Цитатки на нем вот эти немножко злые, воинственные. Поехали. Шлем, нагрудник, ступни, крылья и, конечно же, краситель. Куда без них? То есть, без красителей у нас сет просто-напросто пульсирует. Крылья. Рассмотрим. Немножко напоминают вампирские ножи по своей модельке. Прикольные. То есть, как будто, не знаю, сет летучей мыши. Такой зловещий, вампирский краситель. Поехали. Что он нам даст? Краситель даст нам, по-моему, пепел. Есть такое ощущение, как будто над персонажем появляется горящий пепел и происходит эффект горения. Крылья как поменяются. Крылья стали более четкими, более прорисованными. То есть, сет становится уже не черно-красным. Становится серо-красным и при этом даже как-то красивее. То есть, вот сравнить раз и вот сравнить два, например. По-моему, с красителем, само собой, намного лучше все выглядит. Третий комплект, который мне выпал, это комплект E-Riser. Очки, униформа, юбка, угрюмый вид и заклятие. Заклятие мы наденем сразу в слот украшений. И угрюмый вид тоже. Что дает нам угрюмый вид? Угрюмый вид делает нам такую грустную мину на лице, скажем так. Становится темный цвет на лице. Мы это видим, такая черная полоса. И как будто зрачки, глаза наполовину открыты. То есть, вид реально угрюмый. Угрюмый. Если мы поместим в обычный слот, то ничего не произойдет. Вообще ничего абсолютно. А если мы поместим в слот украшений, то вот происходит этот эффект. Если мы поместим заклятие в обычный слот, мы можем это сделать? Заклятие урайзер это крылья. Не стоит об этом забывать. Что у нас получается? Это не крылья. Это реактивные сапоги. Розовенькие, красивенькие, милые. Если заклятие урайзер надеть в слот украшений, то глазик начинает светиться. И в тот момент, когда мы будем идти, за нами будет оставаться след от этого глаза. То есть, такая линия. Также, если поместить угрюмый вид, урайзер, в слот украшений, то все это комбинируется. И выглядит действительно зловеще. Как будто глаз терминатора. Окей, переходим к следующему сету. Следующий сет, который у меня выпал, это сет Гостара. Крылышки. Далее, что у нас получается? Шапка. Роба. И ступни. Ой, сложно рассудить насчет этого сета. Он какой-то минималистичный. На голове получается черепушечка. Нагрудник. Это, не знаю, какая-то майка самая обычная. Ступни. Ну, ступни как ступни. Может быть, не знаю, крылья удивят. Они интересные по своей иконке. То есть, три таких мечика. К тому же, у них разное свечение, разный цвет. Поехали. Ух ты. Крылья действительно удивили. То есть, не знаю, с кем-нибудь спектральным сетом будут крылья довольно-таки хорошо смотреться. То есть, спектральный сет, тот, который делается из холорифтовых слитков, из эктоплазмы, из спектральных слитков, да, получается. У него вроде бы есть особенность, что все какие-либо надетые аксессуары становятся более призрачными. И крылья, мне кажется, тоже идут в этот список. То есть, вот эти крылья Гостара, они будут, я думаю, смотреться еще интереснее. Последний пятый сет, который мы посмотрим, это сет Линфорса. Крылышки, ступни, нагрудник, шапочка и модный шампунь. Модный шампунь дает эффект блеска нашим волосам. То есть, видно такие небольшие искорки в волосах на голове персонажа. Шляпа интересная. Немножко даже этот сет напоминает модельку странствующего торговца. То есть, получается, он тоже имеет шапочку такую хорошую. Сет такой цивильный, красивый. И тут примерно аналогично. Но, само собой, более в интересной цветовой гамме выполнен этот сет. Крылышки, посмотрим, насколько они хороши. Хорошие крылья. Пепел такой остается еще. И призрачная моделька за нашим персонажем остается в тот момент, когда мы бежим, передвигаемся, летаем. Да, кайфовый сет довольно-таки хороший, красивый. Аристократичный, я бы сказал. Вот и все, получается. Все пять сетов, которые дропнули. Шестой мы, конечно, смотреть не будем. Потому что он точно такой же, как и третий. Что тут Юрайзер, что тут Юрайзер. То есть, все одинаково. Касательно других сетов. Да, я бы с радостью их полутал. Но призывалок, увы, больше нет. Сидеть, фармить часов 20 голема, чтобы показать вам другие сеты. Это было бы классно, не отрицаю. Но, думаю, вдохновившись этим видосиком, вы и сами прекрасно отфармите батареечки. Скрафтите призывалки механических боссов. Пофармите плантеру. Но это действительно хорошее занятие. То есть, если вам хочется полутать какой-то сет. Например, сет Локи. То это будет хорошее действие. Касательно других сетов, могу сказать, что вот у меня осталась платформа барьер Лазур. Сет уже там продан куда-то получается. Либо скинут куда-то давно был. Хорошая платформа, довольно-таки красивая. Вы видели ее на прошлых видосиках. Но надо бы показать ее правильно. Сейчас я перекину все абсолютно в сумочку. Шампунь перекину в сундук. Вот она, платформа Лазур. Довольно-таки красивая, довольно-таки интересная. Это круг, который... Что делает? Который крутится. И у него есть два интересных элемента в своей модельке. Это замечательно. Сет уже я не помню, правда, куда скинул. Увы. Но... Рано или поздно он выпадет. Стоит только верить. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Я уверен, вы найдете себе что-нибудь интересненькое. До скорого. До скорого. До скорого. До скорого.